Здравствуйте, в эфире программа с интересными об интересном и я ее ведущая Людмила Швейбович. И сегодня поговорим на тему принятия решений. Каждый день мы принимаем те или иные решения, но некоторые решения нам даются крайне сложно. Интересно, почему и есть ли какие-то вообще алгоритмы принятия решений, принятия правильных решений особенно. А то мы привыкли думать, что ну время покажет. Сейчас решим, а время покажет. В гостях у меня Алексей Красиков, психолог, и с ним мы сегодня будем разбирать эту насущную тему. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Здравствуйте, Людмила. С чего начинается принятие решений? С чего правильно начинать принятие решений? Вы знаете, я 10 лет, когда вот прозанимался активно неврозами, сейчас перехожу в стрессоустойчивость и в эмоциональный интеллект, я увидел много закономерностей, много интересных вещей и причин. Вот так просто сразу, с чего начинается, ответить однозначно сложно, потому что много подводных камней, с которыми я бы хотел познакомить сегодня наших слушателей. И с ошибками, и с проблемами, и с причинами, и с технологией. Начинаться оно должно с просчета. Но здесь много нюансов. То есть, если просто отвечать коротко, то начинать нужно с обдумывания. Какие варианты могут быть в последствиях? Например, если я пойду сюда, какие варианты? Если я пойду сюда, какие варианты? Если я пойду сюда, какие варианты? Но тут может быть ещё одна история. А что мне мешает? Что меня беспокоит? Что меня тревожит? То есть, здесь много нюансов. Давайте тогда начнём с интересного, с подводных камней, про которые вы обмолвились. Потому что, ну, просчитать, ладно, это можно прикинуть и решить, выбрать какой-то вариант. Хотя потом понять, что всё может пойти не по сценарию и так далее. Но вот про подводные камни очень интересно. Как я уже сказал, я занимаюсь неврозами, да, и тревогами, и паниками, и беспокойством уже много-много лет. И если бы мне на конференции сказали, Алексей, какой бы один элемент вы бы выделили в патоэтеологии невротических расстройств, я бы сказал, что это неспособность принимать решения и их затягивать. Поэтому ваша тема, как ничто иное, сегодня очень актуальна. За что вам отдельное спасибо. Касаемо вашего вопроса. Больше всего люди боятся. Они боятся. И я могу рассказать, почему. Нас с детства приучили к одной простой модели. Вот есть двойка, есть пятёрка. Есть правильно, есть неправильно. И мы, в принципе, изначально зашиты на концепцию правильное решение или неправильное решение. Хорошее решение или нехорошее. Плохой, неплохой поступок. То есть мы постоянно находимся в некой парадигме оценочного суждения. Например, какую компанию выбрать? Ромашка или одуванчик? И у человека в голове есть парадигма «я могу ошибиться, и это плохо». Или «кого выбрать, Василия или Ивана?» «Я опять могу ошибиться, и это плохо». То есть у людей есть парадигма правильности решения, правильности ответа, и просто его надо найти. Но у людей никогда не было, ну, в Российской Федерации, во всяком случае, парадигмы, что нет правильного решения. Есть просто действия и последствия. Действия и последствия. И мы работаем с последствиями. Вообще успех и успешные люди – это люди, которые постоянно принимают решения и работают с последствиями. У них нет понятия «плохо» или «хорошо». Да, действительно, последствия могут быть разные. Они могут быть более прогнозируемые, менее прогнозируемые, более оптимальные, менее оптимальные, удобные, неудобные. Но там нет слова «плохое решение». Да, оно может быть повлечь за собой какие-то последствия, но успешный человек опять работает с этими последствиями. А среднестатистический человек сидит на диване и говорит, как бы понять, что я хочу точно. Точно, чтобы просчитать так, чтобы только бы не пожалеть. И вот она ходит вокруг этой сумочки купить или не купить, если я пожалею, если мне понравится, если я передумаю, если я не хочу. То есть там целый огород, почему мы не принимаем решения. И об этом можно очень детально. Тогда давайте, правда, углубляться, потому что мне кажется, что пока мы не ответим на вопрос, почему мы не принимаем решение, что нам мешает принять решение, наверное, будет сложно говорить о том, как же принять решение, потому что это как с болью, например. Пока мы не поймём, где у нас болит, мы не понимаем, какие таблетки пить. Можно общее обезболивающее, но вопрос, поможет ли. Поэтому я предлагаю тогда идти ещё глубже и разбирать те вещи, почему же на самом деле мы боимся принять решение и думаем о том, что оно может быть неправильное. Конечно. Я бы предложил для простоты понимания классифицировать следующим образом. Первое. Люди откладывают принятие решения, потому что они считают, что это решение их будет как-то характеризовать. Для примера. Если я так сделаю, кто-то подумает обо мне как-то. Я буду выглядеть как-то. То есть люди начинают оценивать себя со стороны за это решение какими-то критериями, штампами, социальными, какими-то масками, ещё что-то. То есть если я так сделаю, то я такая-то. Они подумают, что я такая-то. Второй вариант – это история про то, что если я как-то поступлю, от меня отвернутся близкие. Я никому-то не понравлюсь. Вот это в последнее время очень популярно. Они расстроятся. Они расстроятся, я не понравлюсь, я произведу впечатление, я буду выглядеть как кто-то или ещё каким-то образом. То есть люди боятся последствий социальных. То есть я бы это группировал бы в социальные последствия. Есть ряд людей, которым это безумно важно. Как о них подумают люди. И я вам от себя могу лично сказать, от тысяч моих клиентов. Если вам так болезненно, что о вас подумают люди, вы никогда не научитесь принимать решения. Потому что эффективные решения, они всегда идут в диаметральный разрез социологии. Это касается предпринимателей, это касается руководителей. И вспомните, тоже Людмилу Прокофьевну Калугину. Ну какой у нас руководитель принимает популярные решения в коллективе? Ну очень редко, да? В основном все решения, они немножечко вопреки. То есть здесь вот все ответы и вся парадигма. То есть если у наших слушателей есть история, что я хочу принимать такие решения, которые всех устроят. Я хочу принимать такие решения, которые всем понравятся. Я хочу выглядеть социально правильно. Я хочу, чтобы кто-то не обиделся. Все, здесь мы ставим стоп. Здесь мы ставим просто крест на развитие, крест на успехи. Да, всем не угодить. Конечно, и не только всем не угодить, но еще и себя обмануть. Потому что там можно еще глубже пойти в психоанализ, да, в базовый. И посмотреть о том, что я хочу и что я как бы делаю. То есть человек может хотеть одного, а делать совершенно противоположно, чтобы плохо не подумали. Я вернусь. Значит, второе – это социальные страхи. Третий страх, который нам мешает принимать решения – это как раз нежелание ошибки. То есть может быть у человека такое убеждение – я не должен ошибаться. Я должна принимать решения только так, чтобы не ошибиться. Я должна принимать решения, чтобы не пожалеть. И это еще один крест. А теперь представьте себе, что в человеке есть страх, как о нем подумают. В человеке есть страх, что от него там отвернутся кто-то. В человеке есть страх, что с ним перестанут общаться. И еще, что он ошибется, и это плохо. И потом еще какое-нибудь обобщение со словами «Если я приму неправильное решение, моя жизнь пойдет под откос». Сможет ли человек вообще принимать решения с такими убеждениями? С такими нагрузками нет. И что возникает? И возникает, что человек в какой-то период времени, жизнь идет таким образом, где надо принимать решения. А эти убеждения не дают ему принять решения. В личной жизни, в профессиональной. Ведь все точки роста – это всегда решения на каком-то этапе. Позвонить, прийти, резюме, звонок, слова, действия. Прийти, расстаться, сказать, сделать. То есть это всегда точки решений. Вот это точки роста, аналог точки решений. А если люди не умеют принимать решения, они и не растут. И вот тут в какой-то момент начинается психовегетативное состояние. То, что в российской медицине когда-то называли вегетососудистой диастонии. Потом возникает паника, депрессия. Добрый вечер. И люди бегают по врачам, по кабинетам психологов, и никак не могут понять, что они останавливаются из-за того, что они не могут двигаться дальше. Давайте вот по поводу, наверное, страха я бы хотел еще поговорить. Потому что вот этот страх принимать решения, он очень такой серьезный. Он фундаментальный. Да, давайте поговорим про него. Тогда почему возникает, наверное, во-первых, этот страх? Потому что, в принципе, в детстве нам же никто не запрещает принимать решения. Ну, как бы не сильно большой выбор, с чем принимать решения, да, но родители напрямую обычно не запрещают. Но в итоге получается, что у нас вот эти установки, наверное, наши внутренние, которые в итоге мешают принимать решения, у нас есть страх. В чем причина? Причин много. И детство разное, и люди разные. У меня, например, вот за последние, с 2006 года, если классифицировать всех людей, вы знаете, есть семьи, где принципиально не дают ребенку принимать решения. Я за тебя приму решение. И это дорога к инвалидности. И я могу перечислить огромное количество примеров. Мама приучает ребенка, что за него принимает решение. Что ему одеть, что ему есть, с кем ему дружить, с кем ему не дружить, что ему делать, что ему не делать. Потом мама совершенно теряет контроль, что ребенку уже на минуточку сына тебе сколько, 23? Сколько сына лет? 24, 2, 30, 33. Я знаю, что тебе лучше, я знаю, что для тебя правильнее, я знаю, что для тебя. И вот здесь возникает уже очень серьезная проблема. Бывают, наоборот, семьи, где к детям уже с раннего возраста говорят, сама решай, мне все равно. Это тоже влечет определенные процессы в психике, но все-таки эти дети более стрессоустойчивые. Вот парадокс мы изучали. Дети из детских домов, из, казалось бы, неблагополучных семей, которые с детства начинают больше проводить время на улице. Там, конечно, есть риски социальные, но они с точки зрения выживаемости гораздо устойчивее, чем вот эти социально правильные дети, за которых принимают решения. Мамы, педагоги, нянечки и так далее. То есть при прочих равных условиях дети, выросшие в инкубаторе, они очень сильно страдают. А когда случается что-то в жизни, или вдруг родители разродились, и сказали, ты вырос, Иван, пора тебе самостоятельно. А у Ивана панические атаки начинаются, потому что Иван не умеет самостоятельно. Его не вкладывали это. Поэтому страх принимать решение, конечно, это навык. Вообще решение – это навык. Если говорить о президентах, о политиках, о бизнесменах, обычных людей – это навык. Это не какой-то ген, который, знаете, обладает. Просто надо знать технологию. Первое, что я бы порекомендовал нашим слушателям, это задаться всегда вопросом. Такой практический лайфхак. Что я боюсь? То есть не просто между А и Б я не могу выбрать. Задаться внутренним вопросом, что я боюсь. И самое главное – это помнить, что вы всегда боитесь последствий. Не само решение вы боитесь. Вы боитесь каких-то последствий. Возьмите лист бумаги и напишите последствия. Какие последствия могут быть при тех или иных развитиях событий вашего решения. И посмотрите, что вы не допускаете. Например, если я выберу это, может быть такая-то, такая-то ситуация, я этого не допускаю. Почему? То есть вся технология, она заключается в работе с последствиями. Даже в политике, высокой политике. Да, глубокий анализ получается. Он анализ с точки зрения ходов, но есть, мы сейчас говорим о психологическом анализе, это касается просто именно комбинаторного сценария развития ситуации. А я сейчас имел в виду именно психологический шаг, потому что многие наши клиенты, они не могут даже шаг сделать, поговорить, сказать, позвонить, сделать. Страх настолько велик о последствиях, что когда ко мне приходят клиенты, я прям буквально вот сразу говорю, давай посмотрим, что ты боишься в последствиях. Что будет? Ну давай предположим, что он уйдет от тебя. Давай предположим, что тебя уволят. Давай предположим, что ты не понравишься. Давай предположим, что ты разочаруешься. Окей, давай предположим, что ты права, и у тебя не выйдет. Окей, давай предположим, что ты совершишь ошибку. Так ли это ужасно? Как мы можем здесь действовать дальше? То есть мы выстраиваем в головах клиентов, не просто убираем оценочное осуждение, но, например, с чего ты решила, что если ты ошиблась, это означает, что ты плохой человек. Да, ты ошиблась, да, ты была, допустим, невнимательной, но с чего ты решила, что тебя это характеризует? Или, да, действительно, ты три года провела с этим человеком, и ты ожидала, что твое будущее будет развиваться так, но реальность выстроена так, что твое будущее не реализовалось в том ожидании, в котором ты хотела. Так ли это ужасно? Да, это неприятно, да, это разочаровывает, но говорит ли это о том, что в будущем тебя не ждет что-то лучшее? Если ты будешь бездействовать, точно, а если ты будешь действовать, то у тебя очень много вариантов. То есть мы стараемся в нашей терапии закидывать в голову людям концепцию подумать, потому что депрессии и все эти неврозы – это про тупик. Всё, если Вася ушёл, я никому не нужна, и решение тоже я не принимаю. На самом деле это не так. Конечно. А на примере политиков, как принимают решение о политике? Потому что у нас обычные, мы обычные люди, скажем так, да, у нас всё проще, только, судя по, от нашего решения обычно не зависит. Это интересный вопрос, да, он тоже связан непосредственно с моей работой. Я вам скажу так. Политики – это обычные люди, они ничем от нас не отличаются. Например, вы при определённых действиях и при определённых решениях можете через какое-то время стать политиком. То есть вы как субстанция не поменяетесь, но поменяется просто определённый уровень дела ответственности. Поэтому это не люди, прилетевшие с Венеры или с Марса, да, которые особые какие-то. Но их действительно отличает способность принимать решения. Как я уже сказал, всё зависит от последствий. То есть представьте себе обычный среднестатистического человека, который не может принять решение уйти, не уйти, поговорить, не поговорить, остаться, не остаться, его в прямом смысле трясёт до госпитализации в невротическое отделение. А тут политику надо принимать решение, от которого зависят судьбы и жизни порой солдат, жизни миллионов людей, репутация. То есть если вдуматься в социальный вес всего этого, то я думаю, что многие даже бы спать перестали, если бы недельку поработали в таком режиме. Я уж не говорю про публичные выступления, которые смотрит вся планета. И когда от твоего слова зависят не только котировки, но и судьбы людей. То есть это очень высокий уровень ответственности. В чём их история? И в чём их секрет? Секрет заключается в одном. Могу поделиться одним. Когда принимает политик решение, которое не самое простое, от которого зависят жизни и судьбы страны и государства, они руководствуются одной простой идеей. Во-первых, они руководствуются последствиями. А во-вторых, они, когда взвешивают последствия, они взвешивают на чаше, что да, действительно, данное решение может повлечь определенные санкционные, финансовые и прочие последствия. Это правда. Но если мы это решение не примем, какие будут последствия? Какие будут последствия, если мы не примем эти решения? И вот между двух последствий они выбирают. Ну, например, да, если мы так сделаем, мы получим экономическую блокаду, изоляцию, но если мы это решение не примем, мы подвергнем страну огромному риску с точки зрения обороны безопасности, с точки зрения манипуляций нами потом. Что на чаши весов перевешивает? Конечно, у политика, у которой обязан защищать обороноспособность страны, у него вопросов здесь не будет. Он скажет, да, нам придется столкнуться с такими последствиями. То есть он выбирает по принципу последствий, он взвешивает последствия. Принятие, не принятие решения. Также в медицине, например, если у нас есть пациентка беременная в положении, и у нее воспаление легких, достаточно тяжелое, среднее, мы прекрасно понимаем, что нам необходимы антибиотики. Но мы также знаем, что антибиотики могут навредить эмбриону. И как думает профессиональный врач, он принимает решение, как он взвешивает последствия. Просто я накидываю нашим слушателям, чтобы они понимали, о чем я говорю. Если я буду принимать антибиотики и выпишу антибиотики, то могут быть последствия в виде определенного отражения на ребенке. Если я не выпишу антибиотики, могут быть последствия в виде летального исхода и тяжелой патологии. Опять же, отражение на ребенке. И вот здесь между двух последствий мы выбираем. Вот так политики и хирурги, и врачи руководствуются. А повседневные люди, они руководствуются очень поверхностно. Что подумают, как это будет выглядеть, что обо мне скажут. А профессионалы занимаются другим. И мне говорят, да, действительно, обо мне могут подумать не очень комфортно, не очень лестно. Но я прекрасно знаю, что если я сейчас этого не сделаю, я не смогу достичь своей главной стратегической задачи. То есть у них, в принципе, парадигма принятия решения идет от обратного. А у повседневных людей от переднего. Ну, получается, для обычных людей нужно абстрагироваться просто от того, что подумают другие люди. Потому что каждый подумает что-то свое, а в большинстве случаев не подумают вообще ничего, потому что они заняты собой. Как показывают все наблюдения, да, когда мы думаем о том, что о нас думают, на самом деле люди вообще не думают. Им без разницы. Вы правы, но это один из элементов. Есть люди, которым вообще не очень важно, что о них подумают, но они все равно откладывают принятие решения. А есть, наоборот, которые только об этом и думают, что о них скажут. Это лишь одна из классификаций. Что подумают. И второй момент – это как раз я не должна ошибаться. Вот у людей есть парадигма – я не должна совершить ошибок. Есть еще, знаете, есть такая экзистенциальная данность, как неопределенность. Вот у людей есть очень любимая история – принять решение только тогда, когда они будут узнать наверняка. Но так не бывает. Конечно. А у них есть такая парадигма. Поскольку людям априори, ну, генетически так случилось, им тяжело идти в неопределенность. Почему предпринимателей там 3-5%? Потому что это люди, которые говорят, да, я не знаю, что будет. Да, я не знаю, как оно получится. Да, я не знаю, как у меня будет с этой девушкой. Я не знаю, как у меня будет с этим мужчиной. Да, я не знаю, как у меня будет с этой нишей, с этим бизнесом. Но я попробую. Да, возможно, я пожалею. Да, возможно, мне не понравится. Да, возможно, я потеряю все. Возможно, я разочаруюсь, но я хочу попробовать. Вот эти люди добиваются результатов. А большинство людей говорят, нет, я должна точно знать. А ты точно со мной не разведёшься через 24 года? А ты точно будешь меня любить? А ты точно? И вот эта попытка прояснить точно, точно ли ты будешь меня любить, точно ли ты меня не вбросишь, точно ли собака не написает в тапке, а точно ли это, а точно ли то, человек считывает, что он точно не знает. Нет, потому что он как-то странно хмыльнулся на этот вопрос, есть какие-то сомнения. И мы начинаем оттягивать, и оттягивать, и оттягивать. И ещё одна частая парадигма, парадокс такой, знаете, когда женщина знает, что она ошиблась, или мужчина. Они знают, что они приняли решение, о котором пожалели. Заметьте, я не сказала, что оно неправильное, что не бывает неправильных решений. Это я хочу вот в конце, да, такой, в конце самом добавить. То есть, она знает, что она приняла решение, о котором жалеет, она разочарована, или он, это касается личной, профессиональной жизни, но они всё тянут. Знаете почему? Почему? Гениальная история. Вариант первый. Ну я чего, три года зря потратила? Я что, зря с ним пять лет была? Она понимает, что вот надо принимать решение дальше, либо разговаривать, либо как-то хирургические резекции, да, там, что-то делать дальше. Она говорит, нет, пускай будет, всё будет, я что, пять лет зря потратил? Это первый вариант, он прям очень анекдотичный, но это, к сожалению, реальность. Второй вариант, когда люди уже знают, они говорят, ну меня же не ждёт что-то, ну кому я нужна ещё, да, что-то лучшее, откуда я знаю, что меня что-то ждёт ещё. Лучше вот это, чем неопределённость. И вот тут возникает самое интересное, что люди придумывают себе столько в психоанализе, мы называем это рационализации, да, столько рациональных объяснений нашему бездействию, что мы сами в какой-то момент начинаем этому верить. Или, например, у меня восьмой перелом челюсти, ну потому что муж вечером приходит какой-то странный, навеселе, но он, возможно, когда-нибудь поменяется и поймёт, что он неправ. То есть, если рассказывать, Людмила, все варианты, которые я слышал за последние 10 лет в терапии, вы книгу напишите вот такую просто про российских женщин и мужчин, как они вообще, как они любят пострадать. Вот это прям генетическая какая-то российская черта, пострадать. Вот они прям кайфуют от этого, причём плачут и колются, но продолжают жрать кактус. Точно. Тогда что делать, чтобы не откладывать вот эти решения, как себя заставить? Потому что это вот очередное же пострадать по поводу непринятого решения. И вот в процессе, пока ты всё это растягиваешь, тратишь кучу душевных сил, моральных терзаний и так далее, и так далее. Болеешь неврозом. Да, болеешь неврозом. Придумываешь себе миллион несуществующих причин и оправданий. Как перестать оттягивать принятие решений? Потому что всё равно решения рано или поздно надо принимать. Не бывает такого, что ну и как-то само рассосалось. Выпишите последствия. Вот просто возьмите два листка бумаги, выпишите последствия. Что будет, если? И посмотрите, что заставляет вас тянуть. Какие страхи? И я бы так сказал, что мои клиенты, пациенты принимают такие решения. Кто-то через неделю, кто-то через пять лет. Но принимают. В чём история? По моим наблюдениям, должна качнуться чаша весов в психике у людей. Я приведу пример. Когда человек страдает паническими атаками, например, ему надо начать делать упражнения, которые направлены на контакт с этим страхом, чтобы доказать себе безопасность. Это на самом деле страшновато, потому что ты убеждён на сто процентов, что ты вот-вот умрёшь. Если мой клиент настолько устал от этого, и он хочет дальше зарабатывать, потому что деньги заканчиваются, у него семья уже как бы это, говорит, Вася, давай, что-то ты это. Он понимает, и на чашу весов качнётся, пусть будет, будь что будет. Вот всё, будь что будет. Буду делать упражнения, поплохеет, станет страшно, испугаюсь, умру. Вот умру и умру. Как только на чашу весов качается вот сюда, и человек искренне делает это, паники заканчиваются. Как только у нас есть мосты не делать, ой, только бы не было страшно, только бы не было плохо, только бы не было дискомфортно, только бы не было как-то вот так не очень. Всё. Мы в последний момент делаем шаг назад. То же самое и в целом с решениями. Если мы говорим, давайте такой пример приведу из жизни, да, что ли, клиентов своих. Вот если для тебя последствия непринятого решения устраивают, ну представь себе, что ты не будешь принимать никакие решения. Ты останешься с этим человеком, ты останешься с этой зарплатой, ты останешься в этих обстоятельствах. Как тебе от этого? Вот если страх непринятого решения станет выше, не страшно ли тебе остаться в этом всём? Вот если ты испугаешься того, что будет, если ты не примешь решения, вот этот страх заставит тебя принять решение. Поэтому вот решения люди принимают. Вопрос просто, сколько на это уходит времени, сколько они за это платят своим здоровьем и самым главным ресурсом – это время и здоровье. Ведь после 50 очень быстро решения принимаются, потому что уже всё как бы… Чего терять-то? Да, ты понимаешь цену вопроса, что… Конечно, и когда я вижу молодых мужчин и женщин, которым там от 20 лет, и когда я вижу 19-летнюю девочку на терапии, которая бьётся головой об асфальт со словами «Меня Вася бросил, я больше никого не найду», ну для меня это печально. Поэтому, чтобы научиться принимать решения, всегда смотрите вперёд. Всегда смотрите, что будет, если я это решение не приму. Да, возможно, я пожалею. Да, возможно, я разочаруюсь. То есть работа с последствиями, рациональная работа с последствиями. Да, возможно, будет так, но я точно знаю, что если я не начну принимать решения, если я не начну действовать, я точно ничего не получу. Никто не говорит, что будет всё идеально и хорошо. Никто не говорит, что всё будет получаться. Никто не говорит, что ты не разочаруешься сегодня, через несколько лет в этом человеке. Но мы точно знаем, что если ты не попробуешь, если ты не начнёшь делать, ты точно ничего не получишь. Наверное, ещё важно вспоминать, чего ты хочешь на самом деле, потому что оставаясь в тех или иных отношениях или на работе, которая, например, не устраивает, чего ты на самом деле хочешь? Ну, поработаешь ещё год, ну, побудешь. Вы просто интересный пример провели, когда женщина говорит о том, что я же уже была там с ним три года. Это как ощущение вложенных денег у инвесторов, да, это то же самое вложенное время. Жалко, жалко, знаете, вот эта гордыня и жалость. Я же вот там проработала, я же с ним пять лет, я что, зря пять лет с ним, что ли, ходила? Я тоже уже бросаю теперь, они не могут бросить. Знаете, это анальная фаза удержания по Фрейду постоянно. Работала пять лет с ним, что же я зря несла всё это? Вот это вот удержание, она понимает, что ей это не надо. Она понимает, что ей плохо от этого, но отпустить, знаете ли, жалко. Есть ли какая-то методика, как проверить правильно это решение или нет? Ну, вот вы говорили, да, что люди боятся. Такой, может быть, есть какой-нибудь, я не знаю, лайфхак. Потому что всё равно невозможно просчитать, да, что сто процентов будет вот так. Это, знаете, я не придумываю заранее разговоры, потому что обидно, когда потом противная сторона говорит не по сценарию, да. Это один из адвокатов сказал. Поэтому есть ли внутренне, может быть, как-то через дело, через там, что больше откликается, там, просто понять, для тебя это скорее правильное решение или неправильное. Потому что я знаю, что всё равно, я когда готовилась к теме, мне, например, написали, что ну я вот вроде принимаю решение, и потом всё равно колеблюсь по поводу решения. Вот как-то собственной уверенности, решимости, чтобы вот всё. Я сейчас отойду от центрального вопроса, вот в это ответвление, да, Людмила, потому что вы сейчас напомнили очень важный момент. Никогда не профанируйте решение. То есть, если вы его приняли, не надо потом мучить себя, зачем, а может быть, не надо было, а может быть, надо было по-другому. То есть, вы этим создаёте стресс очень большой. То есть, если вы приняли решение, не профанируйте собственные решения, не надо подвергать себя сомнению по ночам и так далее. По поводу, как почувствовать. Тут надо, можно пригласить коллегу по метеорологии, как они прогнозируют погоду. Это будет примерно туда же. Но если говорить о телесно-ориентированной терапии, об интуиции, да, то тут немножечко ненаучно, потому что мы можем сказать, там, прислушайся к зову своего волоса, почувствуй, как твой левый мизинец дёргается, там, можно чашечки, блюдечки, там, свечечки задать вопрос, там, ещё кому-нибудь, там, если он колохнётся в эту сторону. Ну, мы, понимаете, что это не совсем про науку. И я бы так сказал. Руководствуйтесь одной простой вещью. Я не знаю. Я не знаю. Вот мы знаем, какая завтра будет утром погода в 9 утра. Точно. Нет. Ну, мы знаем приблизительно. То есть, на самом деле, мы должны приучить себя, что мы живём в паразигме неопределённости. Как у вас будут складываться отношения с вашим, там, партнёром? Я не знаю, но я надеюсь, что всё будет хорошо, и мы будем всё делать для этого. Как вы будете, как вы видите свою работу дальше в этой компании? Я буду делать всё, чтобы эта компания выросла максимально эффективно и приложу все свои ресурсы для этого. Но мы не знаем будущего. Сегодня такая конъюнктура рынка, что, может быть, всё, что угодно. Мы будем к этому готовы. То есть, парадигма заключается в том, что вы исповедуете пожелания. Нет правильного решения, неправильного. Если вы будете пытаться найти алгоритм правильного решения, то вы, скорее всего, потеряетесь. Если вы говорите про интуицию, то, конечно, решения могут быть взвешены на анализе. Например, если мы возьмём работу трейдера, то там немножечко попроще. Ну, фондовый рынок. Там есть схема. Там есть либо мат-анализ, либо есть инсайдерский анализ. Да, соответственно, там решение принимается о покупке или продаже, или хеджировании в фондах каких-то по... Ну, как бы немножечко более математически, более конкретно. Если мы говорим о персонале, да, об HR, ну, департаменте, то там, наверное, тоже решение можно систематизировать. Там вот Пупкин, там, нарушил три выговора, решение принимается автоматически. То есть, есть отрасли, где решение можно регламентировать алгоритмом. Ну, например, там, два выговора, выговора, там, увольнение, или там опоздал, там. Не потому, что это принятое с надрывом решение, а потому что есть такие правила. Опоздал на 15 минут решение менеджера, а штрафовать тебе, там, на 500 рублей. То есть, это прописано. Вот. Вот. И можно алгоритмизировать какие-то решения. Почувствовать. Вы знаете, это сложно объяснить, потому что мне тоже приходится принимать решение. И я всегда думаю о последствиях. И наш президент всегда думает о последствиях. Многие там согласны или не согласны, но все-таки взвешиваются всегда последствия. Что болезненнее, что гораздо опаснее, что гораздо тяжелее. Да, это касается моральных, экономических, там, обороноспособностей и так далее. То есть, не выбирайте решение, правильное и неправильное, и надо его найти. Это не уравнение с неизвестным или с правильным ответом. Просто постарайтесь прописать последствия. И качнитесь туда, где вы принимаете последствия и чувствуете как-то интуитивно. Но лучше всего прописать последствия, негативные желательно. Если вы говорите, если я выберу А, что может быть самого худшего в А? В А самое худшее может быть то-то, то-то, то-то. Как ты к этому относишься? А если ты выберешь Б, что может быть самого худшего? Это, это и это. А если С, это и это. Ну, посмотри, какие последствия для тебя самые драматичные не хотелось бы. Как ты будешь план действий, если у тебя все это будет вот так? Ты говоришь, ну, в принципе, и там, и там, я могу тут, и здесь делать это. Ну, что выберем? Ну, в принципе, самое оптимальное, может быть, будет это. Тут можно взять какие-то профессиональные рекомендации. Главное не выбрать правильно. Главное сохранить здоровье и гибкость к разруливанию последствий. Потому что если у вас нету гибкости, то зачем вам эти решения? Логично. То есть, если вы приняли решение, и там пошли какие-то последствия, вам нужно дальше с гибкостью принимать еще решения и еще искать последствия. А потом еще решения и еще последствия. То есть, все политики, все бизнесмены – это люди, которые ежедневно принимают решения, сталкиваются с последствиями, не говорю, плохие или хорошие, просто последствия, результат. На основе этого принимаются еще решения и еще последствия. То есть, мы люди, которые постоянно работают с решениями и последствиями. Я не говорю о том, что это плохо или хорошо. Вот у меня, например, команда приняла решение. Последствия были такие, которых мы бы не хотели. Мы сейчас принимаем другие решения, которые должны исправить ситуацию. Но я не сказал, что они приняли неправильное решение. Мы просто приняли решение, которое было основано, может быть, не на совсем хорошем опыте. Может быть, в отсутствии должной информации, должной компетентности какого-то человека. Где-то моей невнимательности, где-то ошибка. Но это не неправильное решение. В тот момент они казались оптимальными. Даже если они были неоптимальны и нет понятия неправильного решения. Просто попробуйте абстрагироваться на планете от этого. Нет красивой коряги, некрасивой коряги. Нет правильного решения, неправильного. Но есть просто действия и последствия, которыми мы можем управлять. Плюс, конечно, изъезженная фраза, но на ошибках учится. Знаете, она немножко банальная, но она тоже может вам дать капельку к принятию решения. Что нельзя искать решение, где нет ошибок. Наоборот, ошибки – это плюс. Плюс, например, в когнитивной терапии мы задаем такой вопрос. Окей, давай предположим, ты ошибешься и ты пожалеешь. Что из этого можно излечь позитивного? Чему ты можешь научиться из этого решения? Я научилась вот этому. И оказывается, что в этих решениях, которые повлекли негативные последствия, можно многому учиться. Конечно. И если мы найдем хороших политиков и хороших предпринимателей, то мы увидим, что и зададим им вопросы, а вы принимали решения только правильные, а вы не ошибались. Они посмеются и скажут, ребята, весь наш опыт – это сплошные решения, последствия, разруливания этих последствий. Возьмите нашу страну, историю России, новой России с 1998 по 2018. Это сплошное разруливание решений, которые принимались. А работает ли такая схема в принятии личных решений? Вступать, не вступать в брак? Быть в отношениях, ну в долгих имеется в виду, отношениях с тем или иным человеком? Как вот в этом случае? Потому что девушка, конечно, может сесть, прописать плюсы и минусы. Матанализ. Да, теорию игр, подбросить монетку и так далее. Кто выпадет там, да, Орёл или Решка, и того и выбирать. Но тем не менее, как бы схем много, гадалки можно сходить. Но на самом деле… Это в России популярно, да. Да. Потому что гадалки – это всегда уход от ответственности. Да, да. Но вот как в этих случаях принимать решения? Потому что тут вообще не знаешь, как он всё пойдёт. Я… Вот если говорить о том, как русская женщина принимает решения, касаемо мужчины, брака, это вообще отдельная песня. Это уже вот больше будет комическая программа. И трагичная, и такая драматическо-комичная. Но давайте об этом, да, чуть-чуть поговорим. Если перечислить, как решения принимают наши русские женщины, это, конечно, печально. Одни принимают решения, основанных на эмоциях. Вот у неё поднялся эмоциональный градус, она назвала это любовью. И в этом аффекте она убеждена, что она действует правильно. И она бьёт себя кулаком в грудь и брызжет слюна. Она любит его. Проходит три месяца, она сидит и говорит, ты кто? Вообще-то Винка пошаливала, да? Да, ты кто? Что такое? Потому что ты эмоциональный аффект спал, открываются реальности. У меня есть ряд клиентов, которые принимали решения о замужестве, даже не пожив с человеком. Ну, потому что не было такое ощущение, что он как бы нормальный. Но всё к этому вело, что как бы вроде нормальная машина, вроде нормально ухаживает, там, цветы подарил. Она даже не ступала с ним в интимные отношения. Ну, как бы всё будет хорошо. А когда мы окунулись в жестокую реальность... Всё не так. ...что выросло, то выросло. Да, и как бы... И тут начинаются все остальные проблемы, и в моральном смысле тоже. И вот тут возникает реальность. А чем ты руководствовалась? Ну, я надеялась, что, может быть, будет по-другому. Ну, и вот здесь много нюансов. Как принимать решение девушкам? Если говорить о девушках. Первое – это никогда не принимать решение на эмоциях. Вот прям категорически нет. Ни когда у тебя ПМС, ни когда у тебя приём гормональных препаратов, ни когда у тебя эмоции. Никогда на этих моментах мы решения не принимаем. Это касается свадьбы, это касается разрывов, это касается увольнения, это касается всего. Второе – поживи с этим человеком. Не получается пожить, съездить в отпуск. В Сочи, я не знаю, в Сентуки, куда угодно. Две недели просто поживите рядом. Потому что ваша задача убрать эмоциональный градус. То есть, когда вы только начинаете встречаться, вот эти все букеты, конфеты там и так далее, эти эмоции поднимаются наверх, и вы принимаете решение не совсем объективное. Дождитесь, пока эмоции упадут, посмотрите друг на друга в реальности. И будьте честными с собой. Третье – никогда не принимайте решение со словами, но оно потом рассосётся. То есть, очень много женщин, они мне говорили, я уже на свадьбе, уже до свадьбы понимала, что как бы уже были проблемы, мы два года были вместе, и там срывы, и драки, и рукоприкладство, но родственники настояли, что нам надо продолжать отношения. Вот если вы чувствуете этот надрыв, где родственники сказали, уже пора, вот это категорически опасно. Следующий момент, который опасен, это когда у женщины поднимаются эмоции по вопросу её возраста. Вот есть такая цифра 25-30. Всё, как только ближе к 30 сил, у женщины начинает колокол просто бить, такой, знаете, и начинается вот, я не хочу никого обидеть, но порой это выглядит, как женщина, которая мечется на распродаже, пытаясь взять вторую пару китайских ботинок, туфель, чтобы только у человека урвать. Как будто, знаете, поезд уезжает, и она пытается успеть хоть что-то взять. Вот если она так руководствоваться будет, это будет ещё более печальнее. И здесь возникает такой философский диспут. Что лучше, взять хоть что-то, и вот с этим, помните, как в песне поётся, «Я его слепила из того, что было». Это стандартная тема. А потом, что слепила, то и как это любить вообще. Стерпится, слюбится, помните? Это типично для русской нации. Стерпится, слюбится, я слепила из того, что было, что-то у нас ещё. Ну, всё в этом духе. Дальше оно вокруг и около всё крутится. И поэтому у нас такой страдальческий народ. Ты прилетаешь, когда в Российскую Федерацию, из Европы или ещё, это первое, что бросает, это страдальческие лица. Потому что они слепили из того, что было. Как чему тут улыбаться? Американцы, как бы мы там политически с ними по-разному не относились, но они не лепят из того, что было. Они говорят, мне это не нравится, и это не нравится, и это не нравится. У них договорные отношения. Они немножечко суховатые, немножечко такие недушевные, что ли, но они не про страдания. Ну, хороший пример. Наша программа подходит к концу. Получается, принимайте решение на холодную голову, думайте о последствиях принятых и непринятых решений. Это была программа с интересными об интересном. Мы говорили про принятие решений. В гостях у меня был Алексей Красиков, психолог. До новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин